В новом отделении Сбербанка Тимырлан прошел розыгрыш лотереи среди клиентов, участвовавших в акции с 14 апреля по 30 июня. Каждый, кто открыл депозит, оформил платежную карточку или провел любую операцию в отделении банка, принял участие в розыгрыше 15 ценных призов, главный из которых – сертификат на туристическую поездку в Турцию на двух человек. Номер 571. 571. Номер 687. Лидия Момот клиентом отделения Тимырлан стала месяц назад. Отделение недалеко от дома, да и условия по вкладу выгодные. А тут еще и возможность участвовать в лотерее. Лидия Анатольевна надеялась выиграть хотя бы микроволновку, а стала обладательницей современной стиральной машины. Однако же мне повезло. Открыла счет для того, чтобы купить внучке квартиру, а теперь я еще выиграла для нее стиральную машину. Спасибо Сбербанку. Главный приз получает номер 669. Настала очередь розыгрыша главного приза – путевки на двоих в Турцию. Плачки и клиенты банка верили в свою удачу и с надеждой ждали, когда из барабана лотереи будет вытянут заветный купон. Я в этом банке обслуживаюсь уже давно, уже года три. У меня карточка Сбербанка, заплатная карточка. И периодически я обращаюсь в этот банк. У меня, в общем-то, было желание выиграть именно этот выигрыш. Ну, буквально две недели назад я открыла депозит именно в этом филиале Сбербанка, новом открытом филиале. Вот, получила купон на участие в розыгрыше. И сегодня я довольна, счастлива выиграла путевку в Турцию. С 15 апреля по 30 июня текущего года проводилась акция «Стань участником, стань клиентом отделения Тимурлана и получи приз». Призов было очень много. Главным призом была путевка на двоих в Турцию. На сегодняшний день мы данную акцию провели. Клиенты пришли, очень довольны. И мы тоже очень довольны. На сегодняшний день общее число участников данной акции было 233 участника. Очень приятно, я думаю, что и для клиентов, и для нас, что такие мероприятия мы проводим. И на сегодняшний день они открыли не только потому, что это акция, а потому, что на сегодняшний день мы предлагаем очень выгодность. Бахтиар Худайбергенов, Николай Иванов, Ербов Махашев, информационная служба, телекомпания «Отрар». Продолжение следует...